Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и только что я вышел с фильма «Джокер». Сразу прошу прощения, возможно, не за самый хороший звук, я забыл свой микрофон взять, но фильм, конечно, впечатляет. Да, это действительно то кино... То есть это кино! Понимаете, это не спецэффекты, это не экшн-сцены, это фильм, который держит сюжетом, сценарием и игрой актеров. За тем, что происходит на экране, интересно наблюдать, и самое главное, ты... Ну, я не могу сказать, сопереживаешь главному герою, потому что я не думаю, что кто-то из нас... Я надеюсь, в всяком случае, что кто-то из нас может быть таким человеком, как Артур, как главный герой этого фильма, но то, что ты ставишь себя на его место и понимаешь его чувства, это действительно так. То есть режиссер и актер смогли создать такую работу, в которой зритель... Вот он ощущает вот эту, как-то лучше сказать, некомфортность. Некомфортность за главного героя и, соответственно, и собственный некомфорт вот от того, что происходит на экране. И начинаешь постепенно понимать, почему вот он приходит к тому, к чему он в итоге приходит. Если в общих чертах, знаете, вот так, фильм о том, что когда всем наплевать на всех, начинает происходить что-то плохое. Конечно, нельзя... Это, знаете, это не такой какой-то путь от хорошего человека к плохому. Нет, конечно, у главного героя есть свои проблемы, но они не решаются, и нельзя сказать, что окружение виновата в том, что вот он стал таким. Ничего подобного, и он сам к этому пришел. Но ты понимаешь этого героя, и это не совсем тот злодей Джека Николсона, например, Джокер, или даже Джареда Лето, это на уровне Хита Леджера, конечно. Вообще, как на уровне, это совершенно разные Джокеры, понятно. Но этот фильм дополняет в первую очередь, конечно, вселенную Бэтманиады, но Бэтмен здесь на очень далеком фоне. Да, тут есть опять Томас Уэйн, даже сам Бэтмен тут есть, но это настолько далекий-далекий фон. Это в первую очередь фильм о человеке, который пытается найти свое место, понять, кто он есть, и когда... И это показывает, когда тебя все называют говном, то ты и станешь говном, в общем-то, и найдешь свое место как говно. И самое странное, в этом фильме он очень мрачный, он... Ну, это черный, это действительно драма, очень тяжелая драма. И тем не менее, он смешной. То есть здесь тяжелые сцены, которые... Это не... Знаете, тут, знаете, такой идет драма, и тут недавно кто-то шутку сказал такую, и все так, фу, разрядили обстановку. Нет, здесь тяжелые сцены, которые при этом смешные. И тебе становится понятно, почему вот он Джокер и делает... Почему он смешное видит в трагедии. То есть здесь действительно... Я просто не хочу описывать эти сцены, опять же, чтобы не спойлить, Ну, это действительно вот так мастерство режиссера сценария актера, актеров, сделали в фильме... Сделали из этого фильма понимание пути человека, вот, как он к этому пришел, и как вот эти ужасные сцены все равно выглядят... Ну, они смешные, потому что это жизненные ситуации. Знаете, вот не притянуто за уши, как в комиксах обычно супергерои, а это именно в жизни такое может произойти. Конечно, мир, в котором происходят действия, он более мрачный, чем наш, какой бы то он ни был. Ну, я так понимаю, что где-то конец 70-х, начало 70-х получается по времени. Но, в принципе, параллели с современным положением вещей можно провести. И некоторые вот эти массовые убийства, которые происходят в той же Америке... Кстати, кто не знает, в США на сеансы Джокера специально отряжают полицейских, потому что, ну, во-первых, несколько лет назад было на премьере одного из фильмов про Бэтмена массовые, опять же, убийства. Там человек пришел с автоматом в кинотеатр, всех поубивал. А так вот еще фильм про Джокера, то думают, что может это повлиять на еще каких-нибудь сумасшедших, которые придут убивать. А во-вторых, фильм обвиняли в том, что он прославляет злодея. Я понимаю подоплеку вот этих обвинений, и в некотором смысле он не прославляет, он просто объясняет, как человек может прийти к тому, чтобы делать зло. То есть это действительно не зло ради зла. Это жизнь вот этого Артура постепенно приводит его к тем поступкам, которые он делает. И как бы он ни старался, как бы он ни старался вот быть другим, проще оказывается быть Джокером в итоге. И он просто отпускает эту ситуацию. То есть, ну, ну, это фильм смотреть лучше, что я так его, объясняя его мотивы. Снято, ну, скучно вам не будет, снято, отлично. Опять же, повторю, ну, наверное, там какие-то есть современные спецэффекты, какой-то там комбинированные съемки, но это чистое кино. Никаких супергеройских штук тут не будет. Тут столько много находок, тот же смех Джокера. Ты начинаешь понимать, почему он так смеется, а не иначе. Это офигительная находка. Знаете, когда, вот представьте, во время фильма, когда в кинотеатре там сзади женщина сказала, «Боже мой!», только от того, что Хоаким Феникс в роли Джокера перестал смеяться в один из моментов. То есть, это настолько поражает, вот просто он идет по коридору и перестает смеяться, и задерживает, «Боже мой!». То есть, вот ее это пробрало до дрожеков, хочется сказать. Ну, фильм тяжелый, действительно, и начинаешь немножко по-другому смотреть на окружающих людей. Не в том плане, что сейчас вокруг тебя Джокеры будут, а в том плане, что действительно много людей, которые могут поддерживать подобное поведение, и ты начинаешь понимать, почему они это могут поддерживать. Почему это происходит? Почему хаос так привлекателен в современном мире? В общем, что тут вообще говорить? На этот фильм надо просто идти, его смотреть действительно. Это отличная работа главного героя, отличная работа режиссера. Я думаю, что фильм явно будет и на Оскар номинирован, и Хоаким Феникс явно будет номинирован. Настоятельно рекомендую. Смотрите хорошее кино, сходите на Джокера, и ваши впечатления, конечно, хочу почитать в комментариях. Всем пока!